друзья всем привет сегодняшнее мое видео будет посвящено ловли диких певчих птиц у меня вот имеется такой западочек вот здесь сюда мы садим манную птицу здесь будем заряжать в общем такой вот западочек есть к нему еще вспомогательный цепляется в торец то есть можно сразу три птицы ловить что хотелось бы сегодня на что хотелось бы сегодня обратить ваше внимание вот мне допустим старожилы объяснили дали такой совет перед тем как начинается сезон ловли а мы знаем то что это у нас осень зима ну и весна там несколько месяцев значит западки западочки наши это как бы самое ценное наше то что у нас есть и мы должны их беречь хранить ну по возможности так вот как продлить жизнь западкам для этого нам понадобится специальная обработка это будет это мы поговорим сегодня о западках и я еще подготовил вот такие вот сушеные это у нас будяк кто знает будяк это самая любимая еда щеглов ну в частности щеглов у меня здесь щеглы поэтому я делаю акцент на щеглов и я решил запастись этими кустарниками также у меня есть еще сушеные подсолнухи то есть как выпадет снег да даже можно сейчас я сделаю там в конце своего огорода небольшую такую полянку и там у меня будет все это как бы условно говоря такая декорация чтобы привлечь щегла ну и сейчас по порядку все вам объясню и так в общем у меня вот есть банка масло льняного друзья вот льняное масло мне перелили сюда в баночку ну как бы конечно это много расходы очень маленький но можно покрыть два слоя в общем вы можете взять в любой аптеке человеческой купить себе льняное масло масло из семян и льна для чего нам это нужно мы возьмем с вами и обработаем пока у нас западочки еще сухие после лета вот допустим мой хранился на чердаке он прям пересушенный пересушенный сейчас любой дождь и начнет ну как сказать хотел сказать гнить начнет ну постепенно конечно и гнить начнет и преть начнет солнце вода ветер в общем возьмем масло льняное и обработаем одним слоем вторым слоем да сколько вам угодно но я намерен сделать два слоя то есть сейчас сделаю один слой это все впитается и сделаю завтра второй слой будет как закрепительный таким образом я продлю время жизни вот этого дерева потому что если у некоторых ребят есть из дуба сделано из бука из дерева твердых пород а у меня вот не знаю мягковато тут синички сидели было дело синички попадали в западочек и они прям таки разбивали вот здесь вот если сейчас присмотреться достаточно хорошо видно вот я открою вон видите крайняя стойка она вся подобно то синица ну буквально она тут минут 15 вот здесь прям погрызана как будто кролики погрызли то есть дерево мягкое поэтому я хочу защитить от дождя от влаги от снега я помню зимой ловил так прям снег шел и все это размокало ну и полик тоже обработаем маслом в общем вот такие вот у меня западочки заряжаются они очень легко и просто сюда палочка ставится птица садится и все это раз так и закрывается по поводу приманки вот сейчас перед вами это пырей нет не пырей будяк пупырей будяк в общем это будяк это любимая еда ну в принципе в природе щегол и питается вот видите здесь прям видно вот такие вот колючки то есть такие вот семена чем-то напоминают они конечно эту канареечное семя и вот это любимая еда щеглов то есть я вот заготовил вот такие большие кусты вот ребят я прям полностью срезал вон видите под корень посрезал эти кустарники затем я расставлю вот в том конце своего участка у меня там лес небольшой ну и как раз щеглы вот здесь летают по деревьям тут есть ранее снятые видео мы ловили зимой вот на той абрикосе прекрасно ловили щегла мой первый щегол в том году а нет это этого года зима была февраль я поймал примерно в середине февраля можно было поймать раньше но у меня не было подманной птицы манной птицы не было поэтому ловил просто на пустой на пустой западок я насыпал обыкновенные семечки подсолнуха на донышко и ждал ну достаточно долго я не пришлось ждать мне опытные советовали вот положить в этот западок вот такие вот головки будика на него тоже щегол кстати хорошо идет и я потом в дальнейшем уже у некоторых видел ребят там в западочке как приманка лежит а нет вот здесь ну в общем здесь где-то лежит этот семена этого цветка и якобы привлекает эту певчую дикую птицу в общем вот это что я хотел вам как сказать хотел вас предупредить или подсказать или напомнить кто что знает у кого есть какие-то свои советы секреты можете написать в комментариях мне будет это полезно потому что я являюсь на сегодняшний день в этом деле новичком ну с большим стажем можно так сказать и так я еще сейчас пару слов вам покажу одну приманочку тоже мне подсказали старожилы помимо пырея то есть помимо будика этого будяк растение называется будяк почему-то я его пырей называю пырей это трава полезная тоже попугаем очень полезно кстати пырей и так одна из приманок это у нас будет будяк и сейчас пройдемте вот там у меня посажено вот друзья посажено одиноко стоящая головка шляпка подсолнуха видите еще семечки здесь есть он уже почернел но пока никто его не не грабит а знаете почему не грабит потому что вот буквально 10 метров за моей спины вот семечки ведь какие хорошие ну и там он еще у меня вот видите мелкий там растет подсолнух а вот там за посадкой поля есть можно если тут не хватит там еще на рву пока уборки не было ну это все я запасаюсь чтобы сделать вот там в конце такую поляну специальную и там будем щеглов ловить с вами вот видите за забором буквально 5-10 метров от моих подсолнухов вот эти вот белые пуховые шапочки это все будяк любимая еда щеглов они как бы там вот сейчас все летают уже вижу молодняк там тренируется клевать пытается в общем моя задача будет поймать слетков желательно молоденьких слёточков а сидят они у меня до до весны и будем с молодняка такого готовить вернее молодняк этот пойманный ранней весной будем ранней осенью так подождите чтобы не запутались молодняк пойманный ранней осенью надо брать и в дальнейшем весной он должен по идее пойти в поровку это будет как бы уже отсиженный они молодые быстро адаптируются быстро привыкают к этому к человеку привыкают быстро и больше шансов получить уже гибрида своего гибридом называем мы скрещенного скрещиваем щеглов с канарейкой получаем их них птенцов которые называются в дальнейшем гибриды зачем нам это нужно но это вот увлечение кто-то рыбу ловит кто-то охотится а есть вот гибридизация так что друзья кто в теме подписывайтесь на канал на днях попытаюсь что-нибудь кого-нибудь поймать сейчас хотел приточить как поставить здесь для красоты чтобы посмотрели моего щегленка который у меня прожил с зимы зиму весну и лето вот сейчас уже осень пришла он у меня принципе ручной как хотел сказать ручной такой спокойный домашний так что он не стал его беспокоить думаю сейчас вам все это покажу поговорим там что в комментариях все друзья подведем итоги значит западочки обрабатываем льняным маслом это продлит жизнь вашим западками у них цвет станет не такой яркий у меня кстати видите вот тут прутики поржавели уже будут не так блестеть думаю будет птица лучше ловиться так что продолжение следует скоро будет ловля всего всем хорошего всем успехов в новом сезоне и до до скорой встречи на моем канале